Сегодня у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге была разоблачена наглючая торговая точка, где профессионально обманывали потребителей в три дорога, подсовывая им третий сортный товар, и случилось торжество справедливости. В сегодняшнем нашем рассказе о том, как общественники ставят в стойло торгашей из числа совсем уж попутавших берега, результат объединения двух таких сил добра. Дмитрия Чукреева, координатора проекта «Народный контроль», и делегата от пранкерского дуэта «Жека и еврей», он же ЕВГ. Точнее, сил добра тут все же три, поскольку еврей в миру Евгений Воробьев, иногда еще и нештатный корреспондент телевизионного агентства «Урала». Вместе, получается, мы выгрызли из торгашей в пользу обманутой пенсионерки все деньги, все 24 тысячи, что выманили у ней жулики, продав сделанную где-то на коленке шубку, как финскую, и причем сделанную из кожи и меха исключительно натуральных. А подойдите шубку. Можно что-то. Вам сказали, что это натуральный. Ну, не только сказали. Здесь, где-то при клеении этикетки, что это терминал еще в Мурманске прошел. Ввезено в Россию. Воспоможка какая-то. Жительница Екатеринбурга Лариса Федорова, которая неоднократно видела эти шарики и слышала эти крики зазывающие, купилась и купила эту тряпочку, про которую ей профессионально надули уши, что вообще-то она стоит 60 тысяч рублей. Но вот именно сегодня на распродаже один день скидка до 80%. И даже с тех 25 с хвостиком тысяч ей еще скидку сделают. Как вы сделали? Да. Полторы тысячи примерно. Сколько вы купили? 24. 24 купили, да? Сейчас мы идем в магазин, и получается, хотим, что нам вернули деньги, и вы вернули товар. Да, да. Мы идем сейчас в магазин. Девушка, кто ставит? И вернув товар. А вы кто? Вы у нас подставлены покупатель, правильно я понимаю? Да. Вы работаете. Девушка, я не платил. Все, просто. Про эти кочевые распродажи, подкрыши модных и напористо разговорчивых мужчин-красавцев, очень похожих на цыган, мы уже рассказывали. Народный контроль как-то летом прихлопнул их. В снятом на пару дней, а до того пустовавшем помещении на смазчиков три. Там разборки шли на очень повышенных тонах, по мере того, как приезжало все более высоко поставленное начальство. Не трогал руками! Вы чего орете-то мне? Я еще не повторяю, меня руками трогать не надо. Что делаешь, а? Это отронутся. Знаешь, кто я такой? Это народный контроль. Да мне пофиг на народный контроль, он что себе позволяет? Вы чего орешь-то, а? Вы чего орешь-то, а? На девушку не ори. На девушку не ори. Напомним, тогда пришлось вмешиваться полиции, и в итоге точка эта смотала удочки, а также кабели от своих электроматюгальников, которые сводили с ума соседей, беспрестанно толдыча и зазывая жертв целый день. Вот и наша дама, хоть и понимала все, но попалась на этот незатейливый крючочек, зашла проверить, как там. А там ее, как малолетку облапошили. Когда она дома покопалась в интернете, легко нашла эту же шубку в разы дешевле, чем ей продали даже с учетом гигантской скидки. Прокодила мимо, не заходила, чтобы не знала, что это. Как повелась даже? Тебя не ожидала. Как в тумане? Как в тумане? Как в тумане? Повелась на вот эти шарики, на вот эти молодые крючки, которые являются в лотанью. Это подписчик наш, Ван. Сейчас просим, пописедуем еще. И вы... Ты сразу же зазывал ее. Чем скажи там? Там, привет, канал Ирина. Слушай, это... Это знаете, дорогой? Да, понимаешь? О, тебя у нас на литер. Сережа, ты не смотришь меня. Сережа, вы выгнали? На этот раз без долгих разборок, без полиции, поняв, что так будет проще, бесстыжие, а потому, наверное, и рыжие, обманщицы предпочли по-тихому все вернуть. Мы вернули, да? Лариса, проверяйте все. Да. Так, чек. А там в течение... 24... 24 тысячи вернули. Это когда у вас? Я не знаю, как вы... Понятно, что такие же точно шарики и тот же противозный, зазывающий громкоговоритель вы в центре Екатеринбурга видели и сегодня, и с огромной долей вероятности и завтра-послезавтра в другом бойком месте встретите. Но каждый вот такой случай, как капля, камень точит. И, может быть, власть уже наконец-то обратит внимание на длящиеся нарушения законов, причем довольно наглые, длящиеся постоянно у всех на виду в центре Екатеринбурга по меньшей мере месяцами. Ну а пока маленькая частная победа над жуликами, своими собственными силами. Самое главное, что женщина, которая обманули в этом магазине, сейчас довольная, получила обратно свои деньги. Но мы обращаемся ко всем телезрителям при виде подобных магазинов с шариками, которые работают на территории Екатеринбурга и других городов в Саратове области. Знаете, что по факту вам будут продавать тот товар, который обещают. Конечно же, цена города завышена, в разы на центральных интернет-ресурсах, подобный товар, мы не обещаем за более-горазные дешевые годы. Субтитры создавал DimaTorzok